привет друзья мои и так для этого рецепта понадобятся баклажаны которые нужно нарезать вдоль тонкими пластинками но не слишком тонкими такими средними вот примерно такой толщины видите и эти баклажаны я буду обжаривать на сухой гриль сковороде хотя по традиции их обжаривают в оливковом масле холодного первого отжима до мягкости но мы готовим уже много лет именно на гриле поджариваем баклажаны это менее калорийно получается и более здоровый вариант вы можете делать по вашему вкусу вот поджариваем на сухой гриль сковороде и нужно проверять вот так когда они готовы если они мягенькие можно уже вынимать и помещать следующую порцию таких ломтиков если у вас нет гриль сковороды просто можно взять любую сковородку с толстым дном и с антипригарным покрытием и на ней на маленьком огонечке обжаривать вот так теперь я взяла моцареллу и нарезаю ее тонкими пластинками вот таким образом моцареллу здесь лучше брать ту которая продается брусочком на ней так и пишут она для пиццы или для пармежаны она очень хорошо подходит так как в ней мало лишней влаги и также понадобится немного свежих помидорчиков если у вас нет свежих помидоров то тогда можно использовать просто пассату пюре из помидоров я буду использовать немного свежих и немного пассаты пассата это просто такие протертые помидоры очень густое как бы пюре из томатов без всяких добавок без ничего обычно так и делают у кого нет свежих берут просто пассату и все вот нарезала также базилик также понадобится один или два зубчика чеснока знаете итальянцы не очень-то любят чеснок в блюдах но они любят ароматизировать им масло поэтому часто вы можете встретить что они просто или целиком прямо или разрезают пополам или на три части поджаривают в оливковом масле и потом они его выбрасывают и я и мой муж мы оба любим чеснок поэтому на это мы не реагируем сильно но с чесноком здесь так если вы любите чеснок и вам все равно то добавляйте вот так как я если вы не любите просто разрежьте пополам обжарьте и выбросить и так в сотейник с толстым дном нужно налить масло оливковое первого холодного отжима и так чтобы было покрыто дно теперь я забросила сюда еще чеснок и сейчас буду его обжаривать буквально одну-две минуты не нужно допускать чтобы он пригорел как только появится чудесный аромат сразу же буду забрасывать помидоры и так забросила помидоры сейчас буду их готовить примерно минут десять и помешивать теперь я добавила пассату из помидоров пюре и базилик и немножко посолила и теперь этот соус должен тушиться до загустения когда испарится лишняя влага и он станет таким густым то можно закончить приготовление и так соус видите как загустел лишняя влага выпарилась все это уже готово теперь можно начинать собирать пармидиану теперь нужно форму смазать хорошенько оливковым маслом некоторые иногда на самое дно добавляют немного соуса томатного но я не добавляю потому что так и так все пропитается хорошенько и теперь надо слоями укладывать баклажаны так каждый слой нужно немножко присаливать так буквально чуть-чуть добавлять немного соуса на каждый слой и так собирать эту это же фактически запеканка овощная сырная овощная слой моцареллы и вот так выкладывать все слоями постепенно пока закончатся все продукты и каждый слой нужно еще так щедро присыпать тертым пармезаном теперь так щедренько присыпаем тертым пармезаном грана падана тоже подойдет и теперь опять слой баклажанчиков слои именно вот так чередуются баклажаны соус сыр потом опять баклажаны тоже немножечко соли еще соус в общем я буду вот так делать слой за слоем пока закончится все продукты верхний слой обычно покрывается соусом и щедро посыпается тертым пармезаном вот так духовка уже должна быть разогрета до 180 градусов и сейчас эта форма отправляется в духовку и запекаться будет примерно полчаса ну вот прошло полчаса все готово теперь мы ждем минут 10 чтобы немножко остыло потому что еще очень горячее и потом можно раскладывать по тарелочкам и наслаждаться музыка 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 и Субтитры подогнал «Симон»